Друзья, всем привет! С вами Никита Дилэй и мы продолжаем рубиться в нашу любимую карьеру на карте свопа агросезонами. И у нас уже середина осени. Друзья, как вы видите по прогнозу погоды, у нас дождливая осень. Буквально пару минут назад пропал значок о том, что урожай влажный, потому что все время были дожди. И у нас, кстати, созрело наше поле сольном, поэтому нам надо его убрать. Кстати, сегодня тоже обещали дождик, поэтому время у нас Х1 сейчас стоит. Нам надо успеть убрать поле, а также покосить лук, который у нас находится внизу карты на взлетке. Кроме всего прочего, у нас много других планов на сегодня, но сначала, друзья, нам надо поставить в работу технику. Начнем мы, как обычно, с комбайна. Везем его на наше 99-е поле. Приезжаем на 99-е поле. У нас есть сохраненный маршрут поле 99, уборка 9 метров. Как раз для этого комбайна мы его загружаем и, как обычно, стартанем мы сами. И теперь же с ближайшей точки запускаем комбайн, он у нас будет работать. В пару к комбайну мы, как обычно, отправляем нашего мана. Вывезем его на ближайшее место какое-нибудь, где он сможет словить точку. А это место у нас, кстати, находится вот здесь. Загружаем ему комбинацию маршрутов поле 99-база. База-выгрузка должен быть у нас. Да, вот он. И еще раз поле 99-база. Выбираем ему вручную комбайн Торум, в котором мы сейчас это все дело убираем. И с ближайшей точки мы его запускаем. Он как раз ловит. В общем-то, эти парни будут вдвоем работать и все у них будет хорошо. Также у нас на поле, друзья, собирается соломка, поэтому надо поставить трактор, который будет собирать солому. У нас в прошлый раз была нехватка по тракторам, и сейчас я начинаю ее опять ощущать. Поэтому придется нам сегодня купить еще один трактор. Но сейчас мы поставим работать нашу любимую оранжевую Вальтру. Здесь у нас в кузове осталась еще соломка с пятого поля, поэтому сперва пускай он съездит, выгрузит ее. Все, загружаем комбинацию маршрутов поле 99 уборка, добавляем туда поле 99 база, далее у нас идет база выгрузка и обратно на поле поле 99 база. Смотрим, как это выглядит. Выглядит это почему-то не так, как должно выглядеть. Мы же 4 маршрута загрузили, почему он не выгружается? Ладно, попробуем еще раз. Поле 99 уборка, поле 99 база, база выгрузка. Вот он выгружается, все нормально. И еще раз поле 99 база. Вот сейчас как надо. Не знаю, почему в прошлый раз оно все не так, как надо сработало. Загружаем с ближайшей точки, и он сейчас поедет выгрузить то, что у него есть сейчас в кузове, и потом вернется на поле и будет на нем убирать. В прошлой серии, друзья, мы с вами объединили 5 и 2 поле. Теперь же, друзья, его нужно удобрить и полностью вспахать. У нас, друзья, есть теперь производство сельхозхимия, которое производит удобрения. У нас здесь уже насобиралось 200 тысяч литров. Я полностью забил 800 тысяч литров дегестатом за кадром. Соответственно, у нас полностью все есть. Эти удобрения у нас будут уходить на производство семян также. У меня есть мысль о том, чтобы замутить курс-плейщик на автопополнение вот здесь вот семян. Здесь же есть автоматическая. Есть автоматическая загрузка. Я не знаю, как это будет работать. Я тут общался со знающими людьми. Говорят, проблема основная в том, что здесь очень узко для разворота на 9-метровой нашей сейлке. Но мы попробуем это все замутить с помощью перекрестков. Сейчас же нас больше волнует то, что нам нужно забрать отсюда удобрения для удобрения поля. Для этого, друзья, мы купим себе новую удобрялку, которая идет в паке с этой картой. Ей, кстати, можно поставить узкие шины. И, наверное, давайте-ка мы так и сделаем. Мы ее покупаем. Увы, на этой удобрялке не написано, какая мощность ей требуется. Но нам нужно взять трактор для удобрений. Какой-нибудь, на который можно поставить узкие шины. На более-менее мощные трактора это сделать нельзя. Вот Вальтра Т-Серии позволяет это сделать. Давайте вот мы купим его. Он у нас будет заниматься исключительно удобрениями. Поставим ему самую мощную движку. Покрасим его в красный цвет под цвет удобрялки. И цвет обода будет под второй цвет удобрялки желтый. Как-то так. В общем-то, они должны будут гармонично друг с другом смотреться. Но по цветам, в принципе, нормально. Только трактор на узких шинах, он как-то очень дистрофично смотрится. Мне очень это не нравится. Но нам для удобрения нужен именно такой трактор. Заводим ему двигатель. Я не знаю, наверное, стоит его чуть-чуть светлее сделать на самом деле. Благо, около магазина у нас есть автомастерская. И мы можем это сделать прямо на месте. Чуть-чуть посветлее сделаем. Тысячу мы за это дело платим. Я, правда, вот так вот сразу разницы не особо вижу. Ну, в общем-то, более-менее нормально, как на мой взгляд. Сейчас, значит, друзья, едем мы на сельхозхимию. Забираем оттуда удобрения. И едем на наше пятое поле. Выставляем это все дело удобряться. Смотрите, какая незадача. У нас здесь не открывается крышка. Надо, видимо, хотя я не знаю, с открытой крышкой мы сюда тоже не заедем. Видимо, придется отсюда удобрения эти самые достать обычным прицепом. И потом уже ставить это все дело на удобрения. Потом уже на нашем хранилище, например, их забрать. Да, оттуда реально проблематично оказалось выехать. В общем-то, ладно, тогда мы этот трактор ставим вот сюда. И возьмем пока нашу ламбу, чтобы отвести один прицеп удобрений на наше хранилище удобрений. Остальное все загрузить в производство семян. Продолжение следует... Остальные удобрения мы с вами закинем на производство семян. Это вот справа у нас находится. С этим товарищем пока что все. Теперь же вот этот товарищ. Его мы сейчас везем на склад, куда мы отвезли удобрения. Пополняем и выставляем на пятое-второе поле удобрять его. Вообще, друзья, с учетом того, что у меня крышка здесь сама открылась, и здесь отсутствует кнопка пополнения, вероятно, эти бункеры сделаны на другом фабрик скрипте. Не знаю, как они сделаны. И, возможно, наш сейлка и удобрялка будут замечательно пополняться и здесь. Ну, посмотрим, по крайней мере, когда придет посев, обязательно попробуем. Но что-то мне подсказывает, что все будет хорошо и так. Ну и маршрут мы сгенерируем вот оттуда. Ставим удобрения и посев. Единственное, надо сначала записать новое поле, потому что мы этого не сделали. В прошлый раз объединенное. Нажимаем кнопку «Показать границы поля». Выбираем поле номер 5. Пускай это будет именно оно. Переписать поле в списке. Ну и теперь же на этом самом пятом поле генерируем маршрут. Расположение старта текущее. Направление автоматическое. Возврат на старт. Да. Поворотная полоса пускай будет 10 штук. Хотя, может, и не насоберется здесь столько. И генерируем. Да, их всего 4 получилось. Ну, вот так бывает. Ну и нормально. Маршрутик. Мы его даже сохраним. Поле 0.5 удобрения. 40 метров. Пускай будет так. Отъезжаем чуть-чуть назад. И со стартовой точки этого товарища запускаем. Этого бункера должно хватить на все поле. Вообще, этого бункера 20 тысяч литров удобрений должно хватить на любое поле. На 4 круга должно хватить. Ну, посмотрим, какой расход будет. Далее, друзья, нам надо выставить на курс плей работать тех ребят, которые у нас работают уже по отлаженным маршрутам. В первую очередь, вот наша лужайка. Она опять созрела и готова к тому, чтобы ее покосили. Поэтому, вот этот наш замечательный крон выезжает работать по маршруту покос травы взлетка. Со стартовой точки мы его запускаем и ставим ему, как обычно, чуть-чуть побольше радиус поворотов. Он найдет, в общем-то, стартовую точку и будет там прекрасно работать. Далее, товарищ, который у нас забирает за косилкой всю эту травку и возит ее на базу. Наша любимая GCB-шка. Ей мы ставим покос травы взлетка и взлетка трава база добавляем. Также этого товарища со стартовой точки мы запускаем. Единственное, только надо ему заблокировать вот эту поворотную хрень, чтобы она не болталась. То он багается периодически из-за этого. В общем-то, со стартовой точки мы его по маршруту запускаем и 11 метров, чуть больше ему радиус поворота поставим. И тогда у него тоже все будет хорошо. Он, в общем-то, не должен косилку догнать. Хотя, кто его знает, как оно будет на самом деле. Далее у нас фруктовый сад и, соответственно, наш маленький красный тракторчик. Я все никак не найду ни времени, ни сил, ни ничего. В общем-то, не могу найти желание записать один маршрут на сбор всего фруктового сада. Я знаю, как это сделать, но это тоже геморройно немного. Поэтому пока что по обычному маршруту на три разных сбора мы запускаем все это дело. Пускай пока собирает яблочки и остановится в последней точке. Да. Далее, друзья, идет цементный завод. За кадром я сюда завез опять-таки биогаза немного. У нас появилось 500 кубов цемента и, конечно же, мы будем его продавать, потому что деньги наши все. Мы очень любим деньги, а цемент, кстати, очень много этих самых денег нам приносит. Поэтому маршрут продажи цемента. Четыре раза ему нужно будет съездить со стартовой точки. Давайте-ка мы отъедем назад. Я помню, что я здесь сделал специально последний проход очень широким, чтобы его можно было поставить с ближайшей точки, чтобы он первый раз не выпендривался. Вот так вот с ближайшей точки, и он тогда все найдет. И все у него будет прекрасно. Кстати, начал не с ближайшей точки, тогда мы ему три раза ставим. Что-то как-то все пошло не совсем по плану, ну ладно. Ну и далее у нас идет карьер. На него я тоже немножко повозил водички и биогаза. 700 кубов того и другого у нас песка и гравия появилось. В принципе, тоже можно поставить это все дело повозить. Например, разика 2. Пускай съездит. И у нас трактор нуждается в техобслуживании. Вот это, кстати, не очень хорошо. Ну ладно, пускай так поездят пока. Ну и последний трактор, который мы будем ставить сейчас на курсплей, который у нас уже протестирован, если можно так выразиться. Это товарищ, который у нас возит травку. Травку на промзону. Забирает оттуда силос и везет его обратно. У нас, в принципе, этот же маршрут и загружен. А нет, у нас не этот маршрут загружен. Тогда придется заново его загружать. Но ничего страшного. В общем-то, у нас идет загрузка трава. Трава промзона и опять загрузка трава. Вот так вот. Все замечательно. На промзоне уже есть готовый силос. Там около 700 кубов я его не вывозил обратно. Поэтому обратно ему есть что возить. Неограниченное количество раз и трава. Пока бункер будет пустой, он не будет отсюда ничего забирать. Как только он заполняется, сюда привозит тот, кто ее сюда возит. Трактор отсюда стартует и, в общем-то, будет все прекрасно возить. Вот, смотрите, он сейчас напишет, что не осталось выбранного продукта. Подождите немного. В общем-то, ждем, пока сюда приедет трава, которую фуражирует сейчас наша GCB-шка. И тогда он поедет и повезет это все дело. А мы, тем временем, возвращаемся к нашему пятому полю, которое уже удобрено довольно быстро. Всего лишь 5000 литров удобрений. Это хреновина потратила. И поле, кстати, не маленькое. Поэтому ездить пополняться ему автоматически смысла никакого нет. Все это будет быстро у нас обходиться с помощью этой удобрялки. Соответственно, мы ее везем на базу. А потом это поле надо поехать спахать. Для этого мы, кстати, купим новый трактор. И этим новым трактором станет хорошо нам знакомый СТР. Он у нас уже был в регионе 18. Мне он понравился. Почему бы его и здесь не прикупить? Покупаем за 240 тысяч 241. Ну и потом уже мы его заберем. Вуаля! Вот он наш трактор. И вот поле, которое ему нужно вспахать. Одному видолаге. Ну ладно, он у нас большой. Он справится без проблем. У него есть хороший плуг. Генерируем ему маршрутик. Поле номер 5. Поставим 4,8 метра. Как у нас написано для пущей уверенности. Расположение старта текущее. Возврат на старт пускай будет да. Поворотной полосы не будет. Генерируем маршрут. Как обычно, вручную мы стартанем. Что-то я прям нравится мне все это дело делать. И с ближайшей точки все это дело отправляем. Разворачиваться в пределах поля да. А также в настройках плуг за границей поля тоже надо поставить да. Все, в этом товарища я уверен. Вспашет он поля и все будет у него хорошо. И пока у нас все работает, мы будем тратить наши деньги. Благо они у нас пока есть. И что, друзья, нам нужно купить. Что я планировал на сегодня. Это, кстати, не самая дорогая покупка, если что. Хотя по названию видео вы, наверное, уже догадались, что у нас будет в конце. Но сперва, друзья, мы купим картонную фабрику. Картонная фабрика, как ни странно, занимается выпуском картона. Стоит она 300 тысяч рублей. И я опять ни хрена не могу купить. У меня забагалось все это дело. Ну ничего страшного. Перезапустили игру и теперь все работает. Теперь можно заплатить 300 тысяч и купить картонную фабрику. Соответственно, друзья, что нам сюда надо? Нам сюда нужна вода, поддоны и щепа. Здесь у нас, соответственно, будет появляться картон. Сюда нужно загрузить поддоны. 20 тысяч литров поддонов. Это 10 штук всего. Немного сюда влазит. Ну и сюда, соответственно, щепа. 200 тысяч литров щепы можно максимум сюда завести. У нас щепа, в принципе-то, есть. Если что, купим оборудование для заготовки щепы, если у нас будет дефицит. Но пока его нету, мы этим заниматься не будем. Так что пока что нам надо отвезти сюда поддоны, воду и щепу, которая у нас есть. Щепы у нас есть немножечко на базе. 21 тысяча литров. 82 тысячи литров у нас есть на пилораме. Кстати, тут все бревна переработались. Биогаза ушло примерно половина. Ну и поддонов у нас просто дохренища. Бруса, точнее. Нам этого хватит надолго, если же мы только не начнем мебель делать раньше, чем они закончатся. Пока что они нам нужны только лишь для строительства. В общем, щепа у нас есть здесь. А также 72 куба у нас есть на нашем производстве поддонов. Тут есть еще и бревна и биогаз. Тут мы не нуждаемся. Поддоны, кстати, будем забирать здесь. Единственный косяк, это эту щепу пока что нечем возить. У нас нет прицепа, у нас все заняты. А на 20-тысячном возить, честно говоря, такое себе удовольствие. Хотя на самом деле уже полполя убрано. Может быть наш ман к тому времени освободится, как нам надо будет везти туда эту щепу. Поэтому, в принципе, подождем. А пока займемся водой и поддонами. Воду будем возить с помощью вот этого вот товарища. Две ходки ему нужно туда сделать, так что поехали. Две ходки ему нужно туда сделать, так что поехали. Две ходки ему нужно туда сделать, так что поехали. Друзья, мы полностью заполнили картонную фабрику водой и пустыми поддонами. Осталось сюда завести щепу. Но пока что нам ее нечем сюда везти. Я не вижу смысла ради этого одного действа покупать полуприцеп. Прицепом на 20-тысячи тягать я тоже не особо хочу. У нас уже почти убрано это поле. Как только оно уберется, освободится ман. Поэтому мы с помощью него и отвезем потом щепу. Ируа, друзья. Уборка закончена. Тут еще, правда, соломки надо много будет убрать. Потому что я не обратил внимания, как забагался наш трактор, который это все делает. И его практически заново надо было ставить. В общем-то все поле еще в соломе. Но он будет ездить убирать. Льняная солома от дождя не пострадает. Сейчас же нам главное забрать нашего мана. Можно, в принципе, прерывать ему маршрут и сбрасывать его. Подъехать к комбайну, забрать остатки. И самим отвезти это все дело на базу. Друзья, нам нужно, кроме щепы, еще отвезти зерно на нашу сельхозхимию. Которая занимается производством семян. Вообще, вначале давайте уберем с поля комбайн. Чтоб он не мешал соломенному товарищу. Кстати, из этих двух полей, пятого и второго, у нас получилось 918 кубов ячменя. Это было с учетом того, что поле два раза, а не три удобрено и не вспахано. То есть поле большое, урожая с него много. Льна у нас получилось 414 кубов. Но это лен. Его не так много, но он зато дорогой. Мы его зимой продадим. И солому льняную тоже всю зимой продадим. А пока что, друзья, у нас загружается сюда ячмень. Один прицеп мы с вами отвозим на производство семян, на сельхозхимию. И, соответственно, два прицепа мы отвезем на картонную фабрику щипы. Так что вот такой вот у нас маршрутик сейчас интересный. Поехали! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, друзья, запускаем мы картонную фабрику. Она уже работает. И я вижу, первые картонки у нас уже пошли. Где у нас тут склад? Вот у нас первые листы. Вот они есть. Соответственно, мана пока оставим здесь. Только двигателем заглушим. Я его потом сам отгоню. На сельхозхимии у нас также пошли первые семена. И, судя по расходу, я смотрю, зерно один к одному, а удобрений чуть меньше на это все дело тратится. Ну, в общем-то, за зиму, может быть, все переработаем, кстати. Ну и, друзья, последнее, что на сегодня я запланировал сделать, это купить нефтяную скважину и начать добывать нефть. Нефть в будущем мы будем возить на НПЗ, то есть нефтеперерабатывающий завод. Туда мы завозим нефть и на выходе у нас дизель, мазут и полимеры. Дизель у нас понятно, куда будет использоваться. Мы будем заправлять свою технику этим дизелем. А полимеры оттуда мы будем возить на завод Химпром, который нам надо будет построить. И из них уже будут производиться мешки. Мешки требуются на многих предприятиях, где нужно что-либо упаковывать. Например, вот сахарный завод требует мешки, мельницы требуют мешки и так далее. Но начинаем мы, скажем так, с меньшего. Сначала нефтяные скважины. Стоят они аж миллион двести. Но без них никуда. Мы готовы заплатить. Теперь они у нас есть. Здесь у нас пять нефтяных скважин. Работают они все на биогазе. Один пункт пополнения вот здесь вот у нас. Сто тысяч литров он себя вмещает. Один наш автопоезд. Поэтому давайте, наверное, сразу же и запустим это производство. Поможет нам в этом нелегком деле наш Америкос. Едем на БГА. Затариваем там биогаз и везем его на нефтяные скважины. Ну и друзья, пожалуй, на этом, собственно, то и все. Впереди у нас зима. Вся зима пройдет за кадром. Я буду заниматься заводами. По максимуму извлекать выгоду. Все переработаем. То есть мы всю траву переработаем в силос. Весь ячмень мы переработаем в семена. Весь дегестат, который у нас будет, мы переработаем в удобрения. Накачаем максимум нефти за это время. Произведем максимальное количество цемента. Но его придется, конечно, продавать. Я этим тоже буду заниматься за кадром. Всю солому, которая у нас осталась, переведем на компост. В общем-то, планы на зиму у меня грандиозные. Лен я потом тоже продам по самой высокой цене и льняную солому, когда она соберется. И встретимся мы с вами, друзья, уже весной, когда почва будет готова к посеву. Планы на следующий год у меня уже есть. Надеюсь, денег у нас на все хватит. Хотя, в принципе, должно-то хватить. Уже 670 тысяч есть. Там не так много из техники надо будет покупать. На этом, друзья, все. С вами был Никита Дилей. Подписывайтесь на канал, ставьте большие пальцы вверх. Рассказывайте о канале друзьям. Вступайте в группу ВКонтакте. Подписывайтесь на второй канал, на котором стримы. Присоединяйтесь к нам на этих стримах на покатушках на Курае или на чем мы там еще ездим. Присоединяйтесь в группу в Дискорде. В общем-то, ссылки на все есть в описании. С вами был Никита Дилей. Всем всего доброго. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Дискорде. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова